Благоприятная деловая среда играет важную роль в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства, созданию новых производств и реализации перспективных проектов. В течение трех дней рабочая группа, созданная по поручению администрации президента, посещала Кашкадаринскую область и изучила там существующие возможности и ресурсы для дальнейшего развития сферы. О положительной динамике говорят конкретные цифры. За последние несколько лет количество субъектов бизнеса увеличилось в регионе в несколько раз и в прошлом году превысило отметку в 20 тысяч. Всего ли улучшающаяся бизнес-среда способствует расширению масштабов реализации перспективных проектов в различных направлениях. Только в Кашкадаринской области в последние 2-3 года число субъектов предпринимательства возросло в несколько раз. К примеру, если в 2017 году ввели свою деятельность 14 тысяч 969 субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, то в 2018 уже 16 тысяч 752. В прошлом 2019 году этот показатель достиг 20 тысяч 787. Соответственно, в росте и освоении инвестиций создаются новые рабочие места, повышаются доходы предпринимателей. Созданная по поручению администрации президента, республиканская рабочая группа на примере Кашкадаринской области провела изучение касательно развития предпринимательства. С учетом мнений самих представителей частного сектора, определение конкретных мероприятий по наиболее полному задействованию имеющихся в этом плане возможностей и резервов и поэтапной их реализации. В процессе данной работы, принимая во внимание специфические особенности и потенциал той или иной территории, на основе важных вопросов в дальнейшем развитии сферы для каждого города и района разработаны основные показатели. В частности, это восстановление деятельности недействующих предприятий, создание новых рабочих мест и другие меры, обозначенные на основе анализа доли новых субъектов в региональном валовом продукте. Также проанализированы обращения, поступившие в приемную премьер-министра по рассмотрению обращений предпринимателей. Основная их часть связана с выделением земельной площади для ведения бизнеса, зданий, кредитов и налогового обеспечения, подключением к коммунальным сетям. С 1 августа по 15 декабря прошлого года в области со стороны 76 субъектов предпринимательства импортировано 89 технологических линий на 13,3 миллиона долларов. 60 из них на 7 миллионов 100 тысяч долларов 50 предпринимателями введены в строй и создано 485 рабочих мест. И как стало известно, 39 технологических оборудований на 6 миллионов 200 тысяч долларов, завезенных 26 предпринимателями, не в действии. Члены республиканской рабочей группы, встретившись с предпринимателями, обсудили причины такого положения дел. В результате чего разработаны меры по вводу в строй 13 современных оборудований, 7 предпринимателей, имеющих для этого возможности. Изучение было проведено и по другим технологическим линиям. Учитывая данные и факты, со стороны республиканской рабочей группы определены 11 направлений, как в частности содействие деятельности предпринимателей, повышение эффективности системы по работе с обращениями предпринимателей, сокращение числа недействующих субъектов предпринимательства, эффективное использование пустующих или не работающих в полную мощность объектов и земельных участков, ввод в строй импортированного современного оборудования и другие. В процессе изучения в регионе выявлено более 650 свободных земельных участков и 176 неиспользуемых государственных объектов. По разным причинам остановлена деятельность 415 из зарегистрированных в Черокчинском районе 1648 субъектов предпринимательства. 151 областным и районным бакемятами оказана необходимая помощь в восстановлении своей работы. В процессе изучения республиканская рабочая группа помогла решить проблемы пяти. В районе в прошлом году на 14 тысячах гектарах выращены арбузы. Поднята проблема по реализации проекта по переработке бахчевых, упаковке готовой продукции. Мы подняли в основном три вопроса. Первое – это экспорт выращиваемых на 14 тысячах гектарах арбузов. Один из предпринимателей обратился с просьбой оказать ему содействие в получении банковского кредита в 1 миллион долларов для организации еще более раннего выращивания бахчевых, переработки и упаковки. Сейчас рассматривается вопрос залогового обеспечения. Если его половину возьмет на себя фонд развития и поддержки предпринимательства, то дело получит развитие. А также необходима помощь в погашении до 10% банковского кредита фондом. Кроме этого, предприятие по сортировке и очистке песка не может получить положительное заключение. Если оно будет дано, то продлится лицензия, и предприниматель продолжит свою деятельность. И третий вопрос связан с получением энергии солнца в Чаракчинском районе. Осталось одно условие – разрешение Узбекэнерго на продажу электроэнергии. Если вопрос решится, то будут созданы сотни рабочих мест, и будет налажена подача ресурса из альтернативных источников энергии. Такое изучение проведено и на других территориях области. Приняты необходимые меры по решению имеющихся проблем. Тщательно рассмотрены вопросы и выставления на электронные аукционы свободных земельных участков, а также на свободные и электронные торги под определенные инвестиционные обязательства неиспользуемых государственных объектов. Выделение в рамках территориальных программ льготных кредитов в размере 228 миллиардов суммов. Привлечение через зарубежные кредитные линии только в агропромышленный сектор – 31 миллиарда 800 миллионов долларов. Оказание финансовой помощи со стороны Фонда развития и поддержки предпринимательства в размере около 150 миллиардов суммов. Работа по исполнению обозначенных республиканской рабочей группой задач будет анализироваться и намечается реализация дополнительных мер в этом направлении.